Разрядка яблок, грош и слив Предлагаем вам просмотреть введение по правилам разрядки фруктов. Покажем вам, почему это нужно делать именно так. Мы вам покажем основные правила. Всегда нужно слушать и выполнять указания супервайзера. В первый рабочий день вам будет сказано, куда идти и как попасть в ваш ганг. Вас проинформируют, где вы будете работать. Скажите, пожалуйста, если вы что-нибудь не поняли. Попросите у кого-нибудь, чтобы вам перевели. Когда приедете на поле, супервайзер вам поможет начать работу. Смотрите и слушайте внимательно. Супервайзеру понятно, что вы не запомните все сразу. Делайте то, что вам сказано и всегда спрашивайте, если что-нибудь непонятно. Техника безопасности и охрана труда. Ферма может быть в небезопасное место. У нас есть правила техники безопасности, которые вы должны прочитать. Будьте внимательны от тракторов и машин. Убедитесь, что водитель вас видит. Некоторые машины, как вилочный подъемник, например, двигаются очень быстро во все стороны. Фрукты, которые вы разряжаете, были третированы химикатами. Всегда мойте руки после работы и перед тем, когда будете кушать, пить или курить. Кушать, пить и курить разрешается только в определенных перерывах. Никогда не оставляйте мусор на поле, всегда забирайте его с собой. Всегда одевайте удобную одежду на работу. Одевайте кепки и солнцезащитную одежду. Если используете солнцезащитный лосьон, мойте руки. Для чего необходимо разряжать фрукты? Фруктовые деревья цветут весной. Какое количество цветков образует фрукт, зависит от погоды. Если все цветки оставим на деревьях, фрукты будут маленькие и не продадутся. Наши клиенты покупают только большие яблоки. Маленькие фрукты почти ничего не стоят. Когда яблоки созреют, они должны быть размера теннисного мяча. Разрежение фруктов – очень ответственная работа. Надо работать аккуратно и совестно. Это поможет вам в будущем, когда будете собирать эти фрукты. Убирать надо не только лишние, а инфицированные, поврежденные и фрукты с неправильной формой. Всегда начинайте с них. Все маленькие фрукты надо убирать. Супервайзер покажет вам минимальный допустимый размер. Важно работать, используя обе руки. Необходимо концентрироваться в работе и не отвлекаться. Возможно работать одному или в паре. Работайте методично. Когда работаете индивидуально, начинайте с одной стороны и не останавливайтесь, пока не закончите там, где начали. Если работаете с партнером, начинайте в разные стороны и работайте, пока не встретитесь. Совершенствуйте свою систему. Начинайте с верха ветки и идите к низу. Начинайте с самых длинных веток и дальше вокруг дерева. Не забывайте верх. Если не достаете, вам нужна лестница или помощь высокого партнера. Всегда проверяйте, чтобы лестница стояла безопасно. Если лестницу надо поставить под наклоном, будьте осторожнее. Лестницу надо поставить перпендикулярно наклону. Нельзя рисковать. Когда закончите дерево, проверьте еще раз, чтобы не пропустить ничего. Супервайзер проверит вашу работу и вернет вас обратно, если вы что-нибудь пропустили. Это только теряет время, и если много раз не делаете то, что у вас попросили, супервайзер может вас отстранить с работы. Многие поля имеют опылители разных сортов. Каждое шестое дерево через ряд. Супервайзер вам покажет, в любое время спрашивайте у супервайзера. Он всегда вам поможет. Разные сорта фруктов имеют разные требования. Рассмотрим три типа яблок, а потом груш и слив. Яблоки с длинными плодоножками, такие как гала. Эти яблоки разрежать нужно таким способом. Резко повернуть в одну сторону. Или убрать плодоножку, как показано. Не срывайте яблоко, так как сорвутся все яблоки сразу. Эти сорта дают фрукты как на старых, так и на новых ветках. На старых ветках оставляйте по два фрукта, а на молодых по одному, как показано. Супервайзер вам покажет, сколько примерно яблок должно остаться на расстоянии 50 см. Одиночные яблоки вырастут крупнее, чем парные. Иногда вас попросят оставлять три яблока. Они будут на старых толстых ветках. На маленьких слабых ветках надо оставлять только одиночные фрукты на больших расстояниях. Не забывайте убирать инфицированные, испорченные и деформированные яблоки. Эти сорта должны достичь размера с теннисный мяч. То же самое относится к следующему сорту. Этим сортам необходим солнечный свет, чтобы они созрели. Сначала убирайте яблоки, которые находятся внизу, так как им не будет попадать солнечный свет. Сорта с короткими плодоножками, такие как кокс. Кокс необходимо разряжать очень аккуратно, потому что яблоки этого сорта чаще деформированы и их не так много. У них короткие плодоножки и их легко сорвать резким движением. Осторожно, не сорвите все яблоки сразу. Разряжайте так, как вам указано, чтобы на ветке осталось определенное количество фруктов на расстоянии 50 см. Там, где есть много яблок, оставляйте по одному, а так оставляйте двойные и только три, если их недостаточно. Яблокам сорта кокс необходим солнечный свет, чтобы они созрели. Сначала убирайте яблоки, которые находятся снизу. Сорт Брамли и другие кулинарные сорта. Эти сорта производят огромные яблоки для кулинарии. Эти деревья большие и могут выдержать больше фруктов. Зрелые фрукты имеют зеленый цвет, так что солнечный свет не так важен. Яблоки сорт Брамли имеют короткие плодоножки, поэтому очень часто соприкасаются. Убирайте яблоки резким движением, как показано. Не срывайте фрукты. Старайтесь оставлять самые большие фрукты, если они не деформированы, как это показано. Самое большое яблоко в пучке – это королевское яблоко. Иногда оно неправильной формой и его нужно убрать. На больших ветках оставляйте по два фрукта. Они вырастут большие, поэтому между ними необходимо оставлять расстояние 15 см, как показано. Некоторые яблоки могут быть гораздо меньше. На тонких ветках их надо оставлять по одному. Груши Груши обычно нужно разряжать позже, чем яблоки. Некачественные фрукты надо убирать так же, как и лишние. Груши надо убирать, как показано. Держите за хвостик и резко поверните. Не срывайте фрукты. Это повредит дерево. Супервайзер вам покажет, какое должно быть качество фруктов и какие груши надо убирать. Убирать надо груши с неправильной формой, кривые и прямые. Прямые груши отличаются от нормальных. Они не достигнут минимального размера, поэтому их надо убирать. Эти груши сильно поврежденные. Их надо убирать. Эти груши не так сильно поврежденные. Их нужно оставлять. Супервайзер вам покажет. Пучки фруктов надо разряжать и оставлять только по два. Всегда убирайте нехорошие фрукты. Маленькие груши на слабых ветках надо оставлять по одной, как показано. Вам придется разряжать старые большие деревья. Важно работать методично, около дерева. Каждую ветку надо проверять, начиная с внутренней стороны. Сливы. Сливовые деревья имеют огромное количество цветков, а нужно оставлять единичные сливы. Когда зрелые сливы будут такого размера. Там, где слишком много фруктов, вы можете использовать два разных способа. Сначала двумя руками убирайте по несколько лишних фруктов сразу. Начинайте снизу, так как эти фрукты будут тяжелее найти, когда их собирают. Работайте быстро, чтобы убрать 80% лишних фруктов. Потом аккуратнее убирайте остальные лишние фрукты, оставляя расстояние между ними. Сливы можно убрать, резко повернув или нажав на ладоножку пальцем. Там, где не так много лишних слив, можно использовать только второй способ. Работайте методично около дерева, начиная с внутренней стороны снаружи. Всегда проверяйте внутри свисающих веток. Заключение. Разряжение фруктов не тяжелая, а приятная работа. Каждое дерево надо осмотреть ветка за веткой. Внимательно прислушивайтесь к инструкции своего супервайзера. Сначала научитесь раздряжать правильно, а потом быстро. Несмотря как платят вам за час или за каждое сделанное дерево, надо работать быстро. Всегда работайте, используя две руки. Найдите самый хороший ритм и поддерживайте одинаковую скорость. Не спешите. Каждое дерево отличается от остальных. Если некоторое дерево не имеет лишних фруктов, можно просто пропустить его или убрать только несколько фруктов. Всегда начинайте убирать инфицированные, нехорошие и фрукты с неправильной формой. Потом уже убирайте лишние фрукты, чтобы оставить на дереве только необходимое количество. Разрежение фруктов – это очень важная работа. Надо относиться серьезно и не забывать, что помогаете сами себе. Хорошо разрежать означает хорошо собирать.